Сокол находится заслуженно на первом месте. Но надо отметить то, что мои футболисты провели очень хороший матч. Я доволен их самодачей, движением. Надо отдать должное сопернику первый тайм. Конечно же, полное преимущество, но тем не менее у нас были моменты. Во втором тайме в конце перехватили инициативу. Могли и забить штангу, плюс пару опасных ударов. Но, к сожалению, немного не повезло. Хочется отметить дебют нашего вратаря. Недавно им только 17 лет исполнилось. Уверенно провел матч. И также самоотдача своих футболистов. У вас непонятно велась эта команда. То есть, проигрывал в счете и такое ощущение справилось, что время затяги не было. У вас такого ощущения? Ну, мне так не показалось. Футбол бывает разным. Нужно было варьировать темпы игры. И, как показала практика, в принципе, вы видите, в конце с помощью замен, наверное, наверное, мы извинтили темпы и последние 10 минут нагнетали обстановку около ворот соперника. Команда получила поддержку. То есть, приехали болельщики, звонили, да? Да. Хотелось бы отметить антураж, конечно, матча. Очень приятно. Мы первый раз играем в такой атмосфере. Много болельщиков. Наши болельщики даже на Сахалин за нами летают. Поэтому мы очень благодарны им. Жаль, что не удалось поприветствовать после игры болельщиков. Но, тем не менее, сейчас передаю большой пламенный привет. И за поддержку, благодарю за поддержку наших болельщиков. Продолжение следует...